Приветствую друзья! По вашим просьбам я сегодня продолжу рассказ про станки великого итальянского изобретателя Леонардо Диссерпьеро да Винчи. Многие из вас наверняка не раз видели эту незамысловатую конструкцию, выполняющую роль механического молота. Благодаря своей простоте, ее повторяют по всему миру до сих пор, заменив рукоятку на электрический привод, дабы автоматизировать процесс, как говорится, просто и надежно. Однако многие не догадываются, что уже тогда, в конце 15 века, у да Винчи уже был автоматический молот, работающий на гидравлической тяге. Причем на одном крутящейся валу могли находиться несколько таких молоток. И такая конструкция была уже непростой для того времени и довольно продуманной. Включение и отключение молота осуществлялось путем отодвижения наковальни с молотком от постоянно вращающегося колеса, который в свою очередь вращал вал. У приводного зубчатого колеса были специальные штифты, расположенные сбоку на равном расстоянии. Цепляясь при вращении колеса за изогнутый хвостовик молота, последний поднимался и одновременно создавал напряжение на пластину, выполняющие роль пружины. Затем штифты проскакивали и молот опускался на наковальню, а благодаря пружину удар усиливался в несколько раз. Таким образом, один оборот колеса создавал количество удара, соответствующее количеству штифтов. По-моему это гениально. Гидравлическую движущую силу да Винчи часто использовал для автоматизации своих станков. Вот например распиловочный станок, работающий в абсолютно автоматическом режиме. Причем даже автоматическая подача есть. А теперь вспомните, как выглядит ваша циркулярная лобзиковая или ленточная пила. И как выглядит стол. Не знаю в целях безопасности или автоматизации, но подача бруска осуществлялась автоматически с постоянной скоростью, определяемой размерами кривошипа. Пила крепилась в специальную рамку, которая осуществляла возвратно-поступательные движения. Механизм подачи стола также довольно простой и состоит из вращающегося вала, на котором намотана веревка, концы которой прикреплены к каретке спереди и сзади. При вращении приводного колеса система рычагов приводит в движение рамку пилы, а также вращает вал привода каретки. Все просто. Как вы знаете, да Винчи, кроме всех своих увлечениях, любил познавать и невидимую открытым глазом материю. Для исследования макро- и микромира, а также для опытов с оптикой, ему нужны были линзы. Для их изготовления, и в частности для изготовления вогнутых линз, он изобрел вот такой станок, работающий по принципу шлифовки толстого стекла огромным камнем в водной среде. Станок изначально был механическим и приводился в движение рукояткой. Одновременно с раскручиванием шлифовального круга путем системы штифтовых шестеренок, крутящий момент передавался на расположенный перпендикулярно каменного круга столу, на котором и располагалась линза. В зависимости от требуемой кривизны линзы, круги менялись в соответствии с их диаметрами. Однако скорость вращения круга и стола была постоянной. А вот этот механизм меня неслабо удивил и заставил задуматься. Вы знаете что это? Нет? Вот я тоже не мог себе представить, а ведь это трансмиссия, причем не простая, а 4-х скоростная. Это как так можно придумать то, что даже близко не мог видеть нигде? Тут я комментировать не буду, просто посмотрите внимательно и напишите, как вы думаете, где могла использоваться данная трансмиссия. Спасибо за внимание, ну и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok